Вандалы против гамаков. Кто побеждает в этой схватке на Новом Лыбецком бульваре? По 100 нарушений за рейд инспекторы вновь обратили внимание на тонированные авто. Прошла неделя с момента открытия нового участка Лыбецкого бульвара и можно подводить первые итоги. Поговорить о том, что удалось сделать, а что требует доработки. И прежде всего, как выяснилось, доработки требуют воспитания самих рязанцев. Гамаки, которые так полюбились гостям парка, уже сломанные, столбы вырваны с корнями, а основания порваны. Парк уже открыт неделю. Уже видим и отзывы людей, что все нравится. Тем не менее, мы просим тоже людей обращаться с этим бережно. Вот уже видим, что спустя буквально неделю сломаны гамаки. Хочу напомнить, что у нас на всей территории парка установлено видеонаблюдение. Мы все прекрасно видим, как ломается оборудование, из-за чего ломается оборудование. Еще раз призываем рязанцев к бережной эксплуатации объекта. Починить подрядчик обещают быстро, но беспокойство вызывает другое – отношение к общему. Ведь никто не помешает тем же вандалам сломать еще что-то. Вот гамаки. Не надо на них садиться по 15-20 человек. Жалейте труд людей и уважайте себя. В данный момент мы их демонтировали, потому что их погнули, вырвали из земли. На данный момент мы углубляемся и также бетонируем их, чтобы они были устойчивы. Сегодня мы все это установим 4-5 дней, чтобы бетон застыл основательно. И тогда, пожалуйста, гамаки в вашем распоряжении. Люди старались, люди хотели для нашего города сделать красиво. Всем это очень сейчас нравится. Ну, очень большая просьба, что просто жалеть. Это все делалось для рязанцев, для гостей города. Так что давайте сохранять. Это все наше. Большая радость для юных экстремалов. Скейт-парк специальное покрытие, во-первых, делает приземление мягче, а во-вторых, сдерживает шум. Но это не отменяет того факта, что соблюдать технику безопасности обязательно. При нахождении на площадке непременно нужно надеть защиту. Минимум на коленники и шлем. Как мы видим, этими правилами большинство пренебрегает. Перед входом на сооружение установлено правило пользования. Даже сейчас мы видим, что катающиеся не все экипированы в шлемы, на коленники, на локотники. Тем не менее, просьба и к детям, и к родителям, кто здесь катается, кто использует это сооружение. Еще раз прочитать правила и ответственно к этому относиться. Благоустройство бульвара выполнялось в рамках двухгодичного муниципального контракта. Началось в сентябре прошлого года, а завершиться по плану должно было в конце сентября. Но сроки сократили и в последний летний месяц сделали настоящий подарок рязанцам. Проложены тропинки, сделано освещение и велодорожка. Спортплощадка, постелен газон, организованы клумбы. Высажено немало деревьев. Часть деревьев, которые сейчас уже видим, что они засохли, конечно, будут пересажены подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств. Кроки не готовы обозначить, потому что все-таки ждем, что часть видим, что отойдут. Преображение продолжится уже в этом сезоне в планах благоустройства отрезка от цирка до Кремля. А к следующему разрабатывается большой проект благоустройства территории от Спартака до Центрального парка культуры и отдыха. Цитирую. Продолжается уборочная кампания. На прошлой неделе прошли знаковый рубеж, собрали первый миллион тонн зерна. Когда-то это было знаковым событием, теперь уже рядовое. Очень высоко подняли планку нашей аграрии. Темпы отличные. Конец цитаты. С этого началось заседание правительства губернатора Рязанской области. Да и уборочная кампания уделила особое внимание. Темпы уборочной кампании глава региона Павел Малков охарактеризовал как отличные. Лидеры уборки в Сараевский, Александроневский и Милославские районы. С одного гектара собирают по 40 центнеров. Техника вся в работе. Более 1100 комбайнов сегодня выходит. Резерв имеется. По мере созревания культур выводятся дополнительные машины в поле. И да, сегодня мы превышаем темп прошлогодней уборки почти в 4 раза. Соответственно, снижать его не собираемся. Поздние яровые культуры уже подходят. То есть к уборке их приступаем. Дальше маслячные культуры, рапс. А зимы убран. К яровому приступаем. Поэтому на сегодняшний момент, кроме возможных погодных катаклизмов, мы проблем не видим. От области к городу. Важная тема на правительстве – благоустройство. Горожане в соцсетях пишут про подземный переход у Барса. Дескать, столько лет его не ремонтируют, а пора бы. Павел Малков сказал, что проект уже есть. В этом году будем объявлять аукцион на ремонт. Внесем изменения в бюджет в сентябре месяце. Мы сохраняем там 12 панно с видами резания. Полностью меняем электроснабжение. Ремонтируем гидроизоляцию. Ремонт устанавливаем видеонаблюдение. И создаем условия для маломобильных групп граждан. Потому что там не просто косметический ремонт, а комплексный ремонт всего перехода около Барса. Контракт двухлетний. Разместят его в этом году, а все работы закончат 1 мая 2025-го. Сейчас, однако, проект проходит госэкспертизу. У меня просьба сразу, пожалуйста, разместить там и видеокамеры безопасного города. Подключить надо это к единой системе. Минцифры тоже это на контроль. Потому что новые объекты мы создаем, а потом там тут же появляются вандалы, которым это почему-то не нравится. Вот такие вещи надо пресекать. Уже примеры у нас есть и уже находили. Вот и будем дальше так же находить. Спасибо. Хорошо, Павел Викторович, это предусмотрено уже в проекте. Но вот важно, чтобы не просто в проекте, а чтобы было включено в единую систему. Еще один важный объект, хотя слово «объект» здесь неподходящее, это огромная территория. Центральный парк культуры и отдыха. Павел Малков назвал его ключевым объектом благоустройства и пешеходного маршрута. Концепция разработана, утверждена на стройчасти. Концепцию мы делаем вместе с глав архитектуры. Предусмотрены разные зоны. Детская зона, пешеходная зона, тихая зона. Обязательно велодорожки, они будут разделены с пешеходными дорожками. Восстановление фонтана со входа, где у нас монумент Лоси. А вот и фрагменты будущей концепции. Здесь благоустроят набережные, реконструируют танцплощадки. Деревьев меньше не станет. Наоборот, количество зелени увеличится. И чего еще станет больше, так это туалетов. Парковку расширят со стороны улицы Братиславской и Галенчинского шоссе. Концепцией предусмотрена реконструкция стадиона ЦСКА. Его планируют преобразовать в многофункциональную крытую арену, где могут проводиться не только спортивные, но и культурные события. Работы по благоустройству планируют начать в 2025 году. Очень важный объект, причем планируется его делать за счет небюджетных источников. Есть веценаты, спонсоры, которые, я рассчитываю, в этом помогут. Это будет очень здорово. Конечно, надо парку вторую жизнь давать. Причем важно еще, чтобы до него дошел пешеходный маршрут. То есть нам предстоит с вами продолжить Лыбецкий бульвар. В этом году уже хороший, красивый участок сделали. Но в итоге у нас должна быть возможность дойти напрямую от Кремля до Центрального парка культуры и отдыха. Причем вся эта дорога должна быть такая красивая, благоустроенная. Закончилось заседание правительства традиционной подборкой жалоб из соцсетей. В лидерах тема ЖКХ. Жалобы здесь в основном точечные. Нет горячей холодной воды и затапливает дворы. Реагирует на все оперативно. Тема номер два – благоустройство. А третья – дороги. Речь здесь шла о забитых ливневках после дождя. По всем жалобам команда была простая. Отработать и доложить результаты. Жалобы на дороге традиционно входят в топ-3 по количеству обращений из соцсетей. Люди регулярно пишут о самых плачевных участках и просят, если не капитального ремонта, то хотя бы ямочного. С ремонтом, однако, решили не мелочиться. Дорожники перешли к активной фазе ремонта. Работы уже кипят на улицах Щерса, Крупской, Пушкина, Центральной и на Первом почтовом проезде. Притом двигаться дорожники будут параллельно. Другие улицы активно к этому самому ремонту готовят. Идет разбивка трасс, подготовка рабочей документации. Всего планируют отремонтировать 17 участков автодорог и один мост. На эти цели направлено больше 800 миллионов рублей. Помимо этого, выполняются работы по ликвидации колейности. Работы будут выполнены на 8 участках. Сейчас активно работы ведутся на двух участках. Это Куйбышевское шоссе и Михайловское шоссе. Помимо этого, мы построили два светофорных объекта. Это на дороге на нефтезавод и на улице Крупской. Сейчас завершаются работы по монтажу оборудования. Подробнее про 8 участков, на которых пройдет ремонт верхних слоев покрытия. Это улицы Интернациональная, Тимуровцев, Новая, Есенина. А также на Касимовском, Михайловском, Московском и Куйбышевском шоссе. Плюс определен подрядчик для ремонта моста через реку Лыбедь на улице Маяковского. А пять остановок будут адаптированы для маломобильных групп граждан. Соответствующий муниципальный контракт уже заключен. Это остановки на площадях Театральная, на улице Островского, Кинокиперовальная фабрика и Строительное управление. В рамках работы по повышению безопасности дорожного движения и организации дорожного движения также заключены контракты. Планируется установка дорожных знаков, искусственных дорожных неровностей, светофоров Т7. В основном работы будут выполняться у образовательных учреждений. Также выполняются работы по модернизации автоматизированной системы управления дорожным движением. В этом году на 51 объекте будут проведены работы, такие как замена контроллеров, устаревших с 2014 года, замена детекторов, транспортных потоков и шкафов управления. Дмитрий Наумов отметил, что работы будут завершаться поэтапно в течение всего строительного сезона. И добавил, что особое внимание будут обращать на качество, а также на график выполнения работ. Все должно быть сдано в срок. Небо России в этом году продлится дольше обычного – целых 9 дней. Уже идут первые спортивные полеты, пилоты выполняют сложные задания. Наша съемочная группа стала свидетелем. На этот раз в Рязань приехали 35 команд, из них 32 – участники Кубка России по воздухоплавательному спорту. Такое количество пилотов на фестивале впервые за историю его существования. А все потому, что регион интересен с точки зрения воздухоплавания, а организаторы за более чем 30-летнюю историю превратили фестиваль в легендарный. И вот утром 7 августа в небо над Старожиловским районом поднялись тепловые аэростаты. Недалеко ли вы летите? Далеко ли мы летим? Нет, недалеко. Мало кто знает, но они летят не просто так. В течение полета спортсменам нужно выполнить задания. Попасть маркерами в кресты, при этом заданные способы могут быть разными. Отметить виртуальную цель на карте, а также зайти в заданный угол. Колоссальный опыт архангельского пилота Владимира Корнаухова. И вот маркер летит точно в цель. Хотя не все в сегодняшнем полете вышло гладко. Как прошел первый спортивный полет? Ну, первый полет прошел сумбурно, как обычно бывает. Волнение. Забыл, что сброс маркера по второму заданию гравитационно. Надо было аккуратненько его просто выпустить. Ничего мне этому не мешало бы, результат был бы не хуже. А я его вот так вот. Трудно все в голове удержать. Конечно. Ну, надо иметь хорошее настроение. Высыпаться, тогда ничего не забудешь. Команда – это не только пилот. Хотя от его опыта и знаний и зависит основной результат. Это целая группа поддержки. В случае с командой номер три – супруга пилота Лариса. И, конечно, те люди, которые отвозят на точку взлета, забирают после приземления. Всех объединяет одно – любовь к небу и одержимость воздухоплавания. С 22 года узнал про существование фестиваля «Небо России». Друг мне рассказал, Алексей зовут, ему огромный привет. Говорит, есть желание. Ну, блин, не знаю, надо попробовать. Попробовал, и вот третий фестиваль подряд принимаю участие. Каждое утро, каждый вечер, вот не тяжело очень. Что вас тянет-то сюда? Сложно сказать. Красота воздушных шаров. Судить о результатах по первому полету рано. Впереди еще немало соревновательных дней, и если погода позволит – полетов. Поэтому у каждого есть шанс вырваться вперед и даже уйти в отрыв. Понаблюдать за процессом можно. Встать придется рано, но это того стоит. Встретить рассвет на просторах рязанской земли, среди поднимающихся в небо воздушных шаров. Впечатление, которое останется с вами навсегда. Следить за координатами полетов можно на сайте фестиваля и в социальных сетях. Кроме того, с 9 по 11 августа пройдет грандиозный праздник воздухоплавания с концертами, мастер-классами и маркетом. Пройдет он в Спаске, а как добраться – подробно описано в тех же социальных сетях фестиваля. В Рязанской области вновь прошел рейд по тонировке. Как обычно, сотрудники госавтоинспекции останавливали тех водителей, кто решил затонироваться сверх положенного. А такие встречаются. Водители рейндж-ровера остановили не просто так. Боковые стекла его авто затонированы. И теперь с помощью специального прибора под названием «Тоник» предстоит узнать, как сильно. И это при норме светопропускаемости для ветрового и передних боковых стекол не ниже 70%. Таких водителей, кто слишком сильно затонировал свой автомобиль, сотрудники госавтоинспекции и выявляют на очередном рейде, который так и называется – тонировка. Сотрудники госавтоинспекции на регулярной основе проводят профилактические мероприятия, связанные с выявлением нарушений тонированных автомобилей. В месяц выявляется более 500 таких нарушений. Однако это не останавливает многих нарушителей, и они повторно, и во второй, и в третий, некоторые даже там в 15 раз тонируют свое транспортное средство. Почему тонируют повторно, догадаться несложно. Штраф за такое нарушение – 500 рублей. Столько же, кстати, стоит и самая дешевая тонировочная пленка, которую по закону необходимо удалить со стекол авто в случае выявления нарушения, притом либо тут же, либо в течение суток. Порядок такой. Если инспектор с помощью тоника фиксирует, что светопропускаемость ниже положенной, он выписывает штраф. Плюс требует устранить правонарушение на месте. Если человек на месте не устраняет такое правонарушение, то сотрудник госавтоинспекции выдает ему требование, по которому в течение определенного срока нарушитель должен приехать и показать сотруднику полиции, что он устранил данное нарушение, и все законные требования выполнены. Если водитель и в этом случае нарушения не устраняет, то дело может дойти и до административного ареста. В Рязани такие прецеденты уже были. Притом практически, как по описанному выше сценарию. 41-летний водитель затонировал Ладу Гранту, получил от сотрудников госавтоинспекции требования и не выполнил его. Повторно рязанца остановили на улице Кольцова. Вновь проверили светопропускаемость стекол. Вновь она не соответствовала заявленным требованиям. И как итог, он нарушил статью 19.3, часть 1 Кодекса об административных правонарушениях. Дело передали в суд. Приговор – административный арест. Правда, всего на сутки. В назидание. В Рязани зарегистрировано 3 случая заражения лихорадкой западного Нила. Что это за болезнь, как предостеречь себя от заражения, расскажем в следующем сюжете. Лихорадка западного Нила, как говорят специалисты, – острое инфекционное заболевание. Распространяется оно не совсем обычным путем. Через укусы насекомых, например, комаров. И при этом не передается от человека к человеку. То есть заболевший не будет заразен для других. Есть у лихорадки еще одна особенность – отсутствие специфических симптомов, присущих только ей. Нет какой-то такой типичной клинической симптоматики. В основном это обычное явление респираторное, которое можно спутать с другими вирусными инфекциями, с простудными явлениями. И каких-то таких специфических симптомов нет. То есть все начинается с повышения температуры, легкого недомогания, слабости. Как отметил Владимир Гришин, у большинства пациентов лихорадка западного Нила протекает вообще бессимптомно. Человек даже не понимает, что переболел ей. Но бывают и тяжелые случаи. Основная опасность заключается в возможности поражения центральной нервной системы и дальнейшем развитии у больного менингита и менингоэцефалита. Тогда ситуация становится намного серьезнее. Что же делать, если заподозрили у себя это заболевание, рассказал врач-инфекционист. Нет специфических каких-то симптомов, которые позволяют с точностью сразу же поставить диагноз лихорадка западного Нила. Поэтому при первых симптомах недомогания, вирусной какой-то инфекции рекомендуется обратиться к врачу, к специалисту в свою поликлинику по месту прикрепления для того, чтобы уже непосредственно медицинские работники провели необходимый генетический поиск, какие-то лабораторные исследования для того, чтобы подтвердить или опровергнуть этот диагноз. Хотя лечением болезней занимаются врачи в больницах, тенденции развития заболевания в обществе – это сфера Роспотребнадзора. Как рассказала заместитель руководителя управления Ирина Котова, в этом году Волгоградский референс-центр определил именно Рязанскую область для изучения лихорадки западного Нила. Насколько она распространена и есть ли циркуляция инфекции. У пациентов с температурой, попавших в случайную выборку, брали анализ на наличие антител. Их обнаружили. Проводилось энтомологическое обследование территории. В трехкилометровой зоне выявлялись водоемы, которые, возможно, там есть, да, реки, пруды, ручейки. И там проводилось отлов комара и клеща даже нашли. Одного тоже его исследовали. Нами были получены в лаборатории отрицательные результаты. Вирус этот не обнаружен был. На специалистов надейся, но сам не плашай. Управление Роспотребнадзора напоминает, чтобы предупредить заболевание, нужно не забывать использовать спрей от укусов насекомых на улице. В домах ставить москитные сетки на окнах и включать фумигаторы. На дачных участках не оставлять открытой емкости с водой, потому что там могут жить личинки комаров. Если же вы хотите выйти на прогулку в лес или на водоем, то лучше надеть закрытую одежду и избегать заболоченных мест. Анастасия Ардмитрифимов, телекомпания «Город». Партнер программы «Неделя города» выставка продажи икра и рыбы «Камчатская» возле торгового центра «Премьер» до 10 августа включительно. В Рязанской области можно встретить около 300 видов различных птиц. Орнитологи связывают такое разнообразие с удачным географическим расположением региона. Однако в таком множестве некоторые виды стали встречаться все реже и реже. Возможно, вы удивитесь, но за одну прогулку по окрестностям Рязани можно встретить до 100 видов птиц. В черте города это голуби, вороны, воробьи. За городом – зяблики, скворцы, дрозды, среди которых есть и очень редкие виды – залетные. По словам орнитолога Елены Валовой, это связано с разнообразием биотопов, то есть мест обитания. В нашем регионе проходят границы между лесной и лесостепной зонами. Их разделяет АК. По одному ее берегу проходит южная граница хвойных мещерских лесов, а на другом начинается лесостепь, где встречаются южные виды птиц. В лесах, например, это глухари или совы, там бородатые неясыть встречаются, то есть которые нигде больше не обитают. Бородатые могут залетать в окрестностях города даже, но в степной местности они не встречаются. А из степных, это может быть такая степная теркушка, которая залетает сюда не очень часто, редко даже, но в некоторые годы может залетать. Есть тревожные новости. Некоторые виды встречаются все реже, и это, к сожалению, влияет на всю экосистему. Например, воробьев во дворах стало меньше. На это обратили внимание ученые. Да и вы, если понаблюдаете, сможете подтвердить. Ежегодная перепись воробьев, которую проводят орнитологи в марте, показала, что снизилась численность именно домового воробья, который обитает в городах. Степной же чувствует себя комфортнее. Почему так происходит, рассказала Елена Валова. Точно неизвестно, что привело к этому. Я думаю, что это комплекс факторов, который действует. Это и меньше становится укрытий, где они могут благополучно гнездиться. Постоянное выкашивание травы тоже препятствует возможности воробьям нормально кормиться, потому что они семенами кормятся, но и в том числе выкармливают потомство насекомыми. То есть, чем хуже экология в городе, тем сложнее птицам приспосабливаться и выживать. Также Елена Валова отметила, что уменьшение численности воробьев происходит не только в Рязанской области, но и во всем ареале их обитания. Орнитолог напомнила, птицы – важная часть экосистемы. Бережное отношение к пернатам и забота о них – наша задача. Анастасия Альдмитрифимов, телекомпания «Город». Морепродукты с Дальнего Востока в Рязани. У вас еще есть время приобрести возле торгового центра «Премьер» до 10 августа включительно выставка продажа «Икра и рыба Камчатская». Выставка продажа «Икра и рыба Камчатская» – та самая торговая точка, к которой раз за разом возвращаются, потому что, купив продукцию здесь однажды, уже не могут отказаться от высокого качества и свежести, каких не найти в других местах. Внимательные и обходительные продавцы рады помочь консультацией и подробно рассказать о каждом наименовании на витрине. Еще и продегустировать дадут, чтобы покупатель не ошибся с выбором и подобрал рыбку на свой вкус. А выбор здесь очень большой. 35 видов рыбы – белорыбец, чавыча, палтус и многие другие. Холодного и горячего копчения, а также слабосоленые продукты. И красная икра – все непревзойденного вкуса. Вкусно, красненько, для сердца, говорят, полезно и так. И красненькая, и белая, и икра хорошая. Правда, вот в этот раз они другую повезли, попробуем. Нажно быть вкусным. Они всегда все свежие. Есть и те, для кого морепродукты – жизненно важный элемент рациона. Ведь в них содержатся незаменимые витамины, минералы, кислоты и жиры, высокое содержание белка. Вот почему употребление рыбы ежедневно помогает исправить многие проблемы со здоровьем и повысить иммунитет. Вот только найти качественную и свежую продукцию непросто. Здесь, на выставке продажи «Икра и рыба Камчатская» именно такие морепродукты. А кто рыбу не любит? Вкусная. Какую здесь купили? Человеч. Как сюда приезжает, так я прихожу сюда. Ароматы, которые сводят с ума. Рыба, которая тает во рту. Красная икра – отборная, зернистая, несравненного вкуса. Деликатесы прямиком с Камчатки в Рязани можно приобрести до 10 августа включительно возле торгового центра «Премьер» у центрального входа. На этом все новости на сегодняшний день. С вами была Марина Романюк. До свидания. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорывица – все от производителя. С 5 по 10 августа. ТЦ «Премьер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова